Песня 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 делать наброски в области Вашито. Плакаты агитационного характера, вызывающие на борьбу с вратом. Авторами являются советский художник Василий Фадеевич Дёми и кузьминский художник Всеволод Ломаев. Василий Фадеевич Дёми является одним из основоположников изобразительного искусства и основатель Союза художников Кувинской праи СССР. Сосол – первый профессиональный художник-кулинец. Он работал в Кувинском телеградном агентстве, рисовал политические плакаты на военную тему. Он отлично обводил брадёры. Трудился вместе с Дёминым. Дёми был его учителем и наставником. Их плакаты, призывы были выполнены просто, но ярко, красным и чёрным цветами, распространились по всей Кувинске. Некоторые названия такие, говорят они свои. Помни, каждая облигация – это удар по врагу. Дадим для Красной Армии 30 тысяч квадратных силы на раздром врага. И здесь в СССР в 7 часов вечера состоялся 10-й великий фурал, где была принята декларация. Очень важный документ, который свидетельствовал о помощи Советскому Союзу. Есть такие слова. Кувинский народ, по главе со своей революционной партией и правительства, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора, то окончательные победы над тем. Действительно, тогда в Кувине проживало около 98 тысяч человек, малочисленное население. Но какая была оказана помощь? Есть такие информации. В числе пожертвований были весь золотой запас и добытка золота в Кузьминской народной республике, ежегодная поставка, до 12 тысяч тонн облитки, 52 тысяч пары лишь, 10 тысяч полушубков и так далее, так далее. А когда в 1945 году полностью освободили Украину от фашистского фига, то друзья, как увы, отправляли туда домашний скот, чтобы восстановить попозы и сокозы. К тому же еще очень важная есть информация, что собирали деньги, чтобы построить танцы, чтобы построить самолеты и передать это Красной Армии. Общая сумма тогда была 19 миллионов акша. Если перенести на советские деньги, это почти что 67 миллионов рублей. Это очень большая сумма. Была такая специальная операция, он решил на месте Москвы создать огромное озеро. Но не так-то было. Уже в декабре 1941 года начинаются первые поражения в Пописке. Небольшая часть, постоянно проживающих советских граждан, начала воевать в первых дней зароломного нападения фашистской Германии на СССР. Всего были призваны 3500 человек. Из них 900 – это были добровольцы. 10 ноября 1941 года согласовались с правительством ТНР, приняло решение о мобилизации проживающих в республике советских граждан от 19 до 40 лет. Поскольку они являлись одновременно и гражданами ТНР, Кувинское правительство и Центральный комитет Кувинской народной революционной партии издали совместные постановления о призыве Красной армии советских граждан живущих в республике. Все расходы, связанные с проведением призыва, Кувинское государство взяло на суд. А 26 января начинают работать призывная комиссия. А в феврале был самый массовый призыв. Вот, привели, что добровольцами были девушки. Вот это как вы видите, по фотографии, вот, пусть как раз увидят фотографию первого директора ТНР, Кувинского музея, Владимира Петровича Гермолая. На то, сначала ушли 50 лет уши. Они прибыли в Красноярск, когда в Красноярске было Киевское училище, где зашли в Киевской поисках и киевской гражданской. Среди них была Ченова Капиталина Абрамова. Вот она тебе так говорила. Я родилась в 1925 году в посолке хаты Киевского Катунья в многодетной семье. Рано стала самостоятельной. Училась, что дни есть. С восьмого класса сама стала зарабатывать. Любила школу номер один, как дом родной. Здесь работали хорошие шпыля, была раз в кружков. В школе случился сплоченный, дружный коллектив. Первыми ушли на фронт их шпыля, а за ними старшеклассники. Я училась в девятом классе, когда наша семья получила похоронную на отца. Он погиб под порогнейшем. Когда девушка решила идти на фронт самой, потому что не больно было и не могла долго успокоиться, пока не созрело решение идти на фронт самой. Из пулы весной 43-го года уехали добровольцы. В десять лет шесть. Я, моя сверстница, эта Кипешева, еще подрели Павлокова, Шипилина, Казарова, Серёжева. Нам в школе выдали бушла и шапки. Так в Красноярске они обучили и поехали на фронт в конце июля. Первый фронт, куда она попала, это было после Казарова. После Крестения дальше было боевые птицы. Капиталина освоила птицы и связи настолько хорошо, что ее назначили командиром от Елены. С ней вместе службы не с Елены Почкова и Сувы. Путь армии проходил по сожженным городам и селам Белоруссии. Без вернений. Без вернений, без вернений, без вернений особой. Это нервы войны. Не в рукопашном бою, а в полутомной землянке дробью морзянки сражались. Быстрые руки девушек передавали приказы для доведения. И все это было совершенно древним. Малейшая неточность здесь могла обернуться роковой ошибкой. Такого не было у Казарова и ее подруги. За войну ни разу не ошиблась. Ни одно величание не получило. Мать на слух, даже не глядя на ленту. Приходилось даже попадать под обстрелы. Однажды даже вытаскивала аппаратуру и шифровки прямо из зарядки избы. Дверь нельзя было идти. Залили в проемы, выбила окно, подала все, что можно было спасти. Астанал Тенихунга, так ее от этого вытаскивали. Бывало такое, что развернулось хозяйство, а совсем недалеко, в двухстах метров, находились немцы. Бои шли, пули свистели. Были даже заблуждения, но вовремя надо было сказать. Капиталина Аврамовна дошла до восточной полуси, только не сперта, но чуть-чуть не дошла до Герлина. И услышала она очень радостный здесь слово «победа». Это все, что не мешало всех людей. Здесь как раз я хочу показать документы. Есть как раз вы видите благодарность о том, что она участвовала в освобождении европейских городов, что она участвовала в ваших операциях по освобождению восточных животных. Среди советских граждан мы отметим Бухтуева Михаила Артемьевича. Михаил Бухтуев родился 23 ноября 1925 года в семье рабочего Артемия Ивановича, Герлина Ивановича Семеновна. Он учился хорошо в школе, и поэтому на семейном совете решили отказать его к сыру. Истоящее время, как мы знали, первая школа, мусор его семьи. В 1942 году отца забрали на фронт, но в школе пришла похоронка. Он вступает в ревнику Вильского революционного союза молодежи, заканчивает курсы радистов-электриков, а затем он поступил в командиров народного ополчения в Царской степени. 8 июня 1943 года Михаил Бухтуев приехал в Москву. У нас в фондах хранятся новые письма. Новые письма у нас опубликованы. Специальный такой сборничек называется «Фронтовые письма». Слушайте, я прочитаю несколько строков. Итак, 2 ноября 1943 года он учился на пульсах танкистов. Добрый день, веселый час. Здравствуйте, дорогие родители. Шлю я вам свой горячий привет. Маме, Ване, Маруське, Гоши, Мине, Васе, Толе, Воле. По первым срокам моего письма я сообщаю вам о своей жизни. Чего, пока ничего. Сейчас я нахожусь в дороге. Еду на запад, на Урал, танцевая степень. Затем 23 января 1944 года также пишет он письмо. Живу я хорошо. Желаю вам также хорошей жизни и доброго здоровья. Большим привет там. Дик он интересуется, как поживает и чем занимается. Каждого он. И вспоминает, спрашивает. А 17 февраля 1944 года также пишет он веселое письмо. Добрый день, веселый час. Пишу письмо и живу от вас. Опять же он пересесняет всех своих родных. Живу, пока ничего. Дальше ожидаю еще лучше. Скоро поедем на фронт добивать врага на наших строгих и грозных машинах. Так и в заводе. А немцы очень их боятся. В учебе у меня все хорошо. Пока не пишите. Они до меня не дают. Потому что скоро я поеду в фронт. 17 апреля 1944 года он уже написал письмо своим родным и опять же интересуется, кто как поживает. Также он обращается к своему братишке. Маруся сообщает, что Иван очень хулиганит, и мама не слушает. Да, дорогой браток, за это я тобой не доволен. Ты хорошо делаешь. Знаешь, как матери тяжело. Да еще ты не слушаешь ее. Она другого ничего не скажет. Сильно не нужно сознаваться. Учти это. И возьми себя в руки. Теперь ведь ты старше семья. Нужно матери помогать. А ты наоборот. Ну, пока, до свидания. 19 апреля 1944 года также он пишет письмо. Говорит, что у него все хорошо. Также спрашивает, кто чем занимается. Ну, и в конце, конечно, не дает горячий привет всем параметрам. 23 апреля 1944 года он опять же пишет, интересуется. Но о себе он-то что-то ничего не говорит. Пишет он о том, что уже деду строительства написанного врача. Пока не пишет. Это вот очень популярные вот эти письма, треугольники, в те годы получали такие треугольники, это была радостная вещь, потому что солдат это жизнь. Одну четвертую часть, да, принимает адрес. Одну четвертую часть не надо писать, потому что там есть штамп, значит, полевой почты и есть штамп военной психологии. Все эти письма, конечно, говорят о том, что солдат очень скучает по своему дому, по своим родным, по своим женам и детям. Бывают такие минуты, что они получают письма от своих родных. Однажды в домах не хватают, и бывает, что пишут они на каких-то клачках и выживанные из каких-то журналах и так далее. Очень интересное письмо. Хотелось бы, чтобы вы на это обратили внимание. Это письмо Волгарства Александра Петровича. А вот обратите внимание, какая дата, Верхов, слева, когда написал это 9 мая 1945 года. Дорогая Мария, дочка Парни, наступил долгожданный, радостный и счастливый день, день окончательной победы над врагом. Немецко-гитлеровской армии разбиты, остатки их капитулировали, что издались вчера 8 мая. Война на Западе закончена. Весь мир празднует победу над фашистскими бандами. Теперь все они виновники встанут перед народом в дом и каждый из них получит должное наказание. Теперь могу с радостью сказать вам, ждите нас в скором времени домой. Пройдет еще немного времени и мы должны вернуться по дому. В данное время мы находимся за Берлином недалеко от реки Ольга, где у нас произошла встреча с совестными гостями. Общаю, что здоровье мое сейчас хорошее, читаемся хорошо, всего достаточно. Писем по Казахстасу никого не получал, как прибыль нахозь. Итак, дорогие мои, на этом кончаю свое порученькое письмо. Могу сказать только одно. Как мы все рады нашей победы. У всех лица наполнены радостью, таких так же словом идут митрии, и всю бы свечет наша победная восторг горы. Желаю вам здоровья и дождаться нашей счастливой встречи. Вот такие письма хранятся у нас в нашем веселье. Они очень интересны и самое главное, что они передают настроение воинного. среди советских граждан, которые ушли на фонд, это братья Шумовы. Они жили в Тесхенске, как Тесхенске, Шумовы. В январе 42-го года жители Кузыгла и близлежащих Сол собрались в здании театра, чтобы проводить первых посланцев на военную. Среди означающих братья Шумовы Иван, Лука и Авцетий, сыны Епипадемича, Александр, сын Епипадемича и Василий, сын Егора поделиться. В Минусинском Валентинамате их определили в одну часть, направив Красноярск на обучение. Там Шумовы составили боевой минометный расчет. За две недели они изучили миномет, затем попали они на Денинградский фронт. Первое боевое крещение они приняли под Волковым. Они старались использовать максимально все боевые качества оружия. Твердо стояли братья Шумова с тем Денинградом. Также им посылали на головы фашистов сотни килограммов костей. Вот как раз перед вами вы видите первый миномет, который они получили. Вот первый вот именно вот они использовали во время первых оружия. сейчас он хранится в артиллерийском музее в Ленинграде. То есть это центральный музей артиллерии, связи и военной инженерии в Санкт-Петербурге. И в каталоге есть такие данные. 127-мм миномет образца 1938-го номер 199 на вооружении 11-й стрелковой дивизии. Весь расчет миномета состоял из братьев Шумовых Василия, Александра, Арсения, Луквы, Ивана и Семена. Командир расчета Александр Шумов. Расчет принимал участие в боях на Ленинградском фронте. При прорыве блокады по Ленинградам расчет пройдет от лавы и храбрости. Смело используя свой миномет, расчет уничтожил до двух батальонов пехоты практически 24 пулемета и нарушено 900. То есть вот эти данные были фиксированы тогда в 1942 году. Ну надо сказать, что вот этот миномет еще до войны начал разрабатываться и этот образец не был в других странах. Только вот в германские армии они начали водить в 43-м году всего лишь. И автором вот такого миномета был известный ученый Борис Иванович Козырин. Ну здесь как раз вы видите, что братья Шумовы за первые вот эти операции все они были наброшены медалью за хатвардер. Ну здесь я хочу еще вам показать вот такую вот карту. То есть один из братьев, вот все эти братья были активными защитниками уровня Баумского плацдарма. Что это за такой плацдарм? Вы знаете, слово плацдарм это суша, которая со всех сторон окружена противниками. И вот этот плацдарм, вот, есть вот такие данные, значит, по-другому еще называли, Тихачок или Приморский плацдарм. То есть это часть территории Ленинградской области на южно-побережье Швицкого залива, которое было отрезано от основных советских сил в годы Великой Отечественной войны и сыграло значительную роль в обороне Ленинграда. Размеры плацдарма, если вот так это взять, это 65 километров по фронте, а в глубину это было 25 километров. И благодаря вот этому плацдарму советским силам удалось сохранить контроль над частью акватории Финского залива, прилегающей к Ленинграду, создавать напряженность в ту немецких войск и сохранить историческое наследие вот этого города Ньенбаума. Плацдарм включал в себя значительные воинские соединения, мощные береговые порты, аэродромы, железную дорогу, колхозы там были, дома отдыха, школы, госпитали, детские дома, различные учреждения и предприятия. Плацдарм удерживался до начала наступления и соединения в советских войск в середине января 1943 года. как раз есть вот я вам показываю вот удостоверение номер 89 24 вот о том, что один из братьев Шумова от Симкин был награжден вот нагрудным знаком как защитку этого постарма. то есть в 75 году такой знак был учрежден исполкомом Ломоносовского завсовета депутатов ЛД. числе военных религий, которые хранились у братьев Шумова. Это как бы сказать небольшие такие документы бумаги с одной стороны, но с другой стороны эти документы свидетельствуют о том, насколько были важны все операции, в которых участвовали братья Шумовы. Братья Шумовы воевали до конца. Сейчас я вам покажу один из таких тоже важных бумаг, можно сказать, да, То есть это тоже поздравление. Поздравление о том, о том, что братья Шумовы принимали участие в очень важных операций в Чарболево это освобождение города Валды. И в связи с этим все дивизии, которые участвовали в этом освобождении и получили номинар Валды и Валды. Среди этих дивизий были и артрелисты, и танкисты, и военные инженеры, и, конечно, это именаметный большой праздник Шумовы. Что это за город такое Валды? Это город освобождали войска 3-го прибалтийского фронта, который в сентябре 44-го года. Этот город сейчас находится на юге Эстонии и находится на перепрестке шоссейных и железнодорожных путей. Поэтому этот важный путь был необходим для захвата частей Красной Армии. Отсюда шли важные дороги по очищению всей Прибалтики до Германии. От города шоссейная дорога ведет направление на реку, железнодорожные пути идет от линдера, затем пересчитает направление кучей, носков и так далее. И поэтому пополнив Шкель, который командовал этой дивизией, поздравляет всех с этой удачной операцией. И на оборотной стороне есть приказ Верховного Главнокомандующего о том, что все дивизии получают наименование с Балгинским и в честь такой победы в Москве начитали Солюбер. Очень такое важное. Ну, вы знаете, что ненамерчики это, конечно, была большая мграция в немецких войск. Здесь вы видите очень известного конструктора того времени Бориса Ивановича Коверина. позже Борис Иванович он познакомился с братьями Шумовы, переписывали иногда ВЧП. Коверин интересовался, как братья имело использовали вот этот вот полет полевое оружие. Ну, я хочу сказать несколько слов, кто такой Борис Иванович Советский конструктор минометного, а позже реактивного вооружения, герой социалистического труда, лауреат ленинской и трех сталинских трудов. Ну, в 49-м году он стал доктором технических наук. Борис Иванович до войны возглавлял вот этот конструктор стабилот. А вот до войны вот, значит, его биография есть вот такой, значит, его хотели репрессировать, завели даже на него уголовное дело, якобы обвиняли его, что в обредительстве, что он хочет сорвать создание минометов и так далее, но за него заступились, особенно нарком вооружения банников, и поэтому Шазурин не был осуществлен. Возглавить вот это конструктор бюро за 4 минуты следовательства института. И надо сказать, что в течение вот этих сорокатых годов, вот первых половинок, он все время обращал внимание на усовершенствование конструкции вот этого минометра. Ну, а позже тоже есть письмо Шавлина братьям Шумовым о том, что они переписывались. В одном из таких писем говорится вот такое. пишет вам автор-конструктор того миномета, которым вы билите со своими братьями Александром, Лукой и погибшими Василием, Семеном, Иваном в рамере фашистских захватчиков. Пожалеем, что печальная случайность погубила ваших братьев Василий и Семенов. Напишите, чем вы теперь занимаетесь. Я получил письмо от вашего брата Лукой Никитовича и фотографии его Семенов. Очень рад что он находится в передовых рядах строителей походной жизни. Вот здесь имеется его подпись и о том, что он продолжает поддерживать связь с братьями Шумова. Здесь по всему Леинградскому фронту пошла о героических победах на фронте братьев Шумова. И начали интересоваться фотокорреспондентой в некоторых шприфронтовых газетах. Появляются фотографии братьев Шумова «Россия». Один раз даже пригласили в один Ленинградский завод, в котором было устроено очень торжественное встрече, и с ними познакомился очень известный советский поэр Александр Корпешев. И позже он напишет целую поэму о них называется «Россия». Попишите прочитать мне несколько строк. Здесь начинается из того, что «Как их отец провожал своих сыновей, и старый вылез из сани, и ко двору до пятому, он перевисит сыновей, гвардей спешат и чат речь». И вот он держит конечно свое всем слов «Давид продли моего, я нынче родину издаю, пол ропит братья шуми». И то вот хочется обратить внимание на такие строки «Ины вывезло точнее листок, как всегда зловей был их полет. Карп 18 минут умовский тяжелый голодой». Немцы лезли, мать Россия слушает, это сел двоих и городов, он на немцев в том бою обрушил полностью в летний сентябрь. Чудыно и Сталии под погостем, там ведется речь сложных митр. Чуду тлеют вражеские кости, как и полагают церкву. Слава и почет век России за укладкой силищи и сталь от поляных сердцев, от цветов, что будут рассветаться. Вот такие были знаменитые братья Шуми. Ну еще надо сказать, что братья Шуми больше всех прожил и командир Александр Федеринович. В 2013 году в нашем музее мы торжественно отмечали его столетний юбилет. Командир по счету Александр Шуми. Он был моложе своих братьев, но в то же время он был отважным и партнером. Я говорила, что из Сувы на фронт были призваны более трех тысяч человек, ну 3500, да, порядка, 900 или добровольцами в нашем музее. Мы продолжаем собирать некоторые данные, документы, но еще предстоит очень большая работа, потому что каждого надо знать, откуда он был призван и где воевал, в каких фронтах участвовал. И я думаю, что их он должен заняться не только нашим десетом, но и все, кому не безразлично это наша история, которую мы никогда не должны забывать. Тема великая общественная строительство. Я благодарю вас, которые очень внимательно меня послушали. Я рекомендую вам ознакомиться со всеми книгами, особенно недавно вышла книга дочери Александра Керентьевича Валентины Логачевой. Эта книга называется «Ценой России братьев Шумова». Она очень интересная потомка, кто такие Шумовы, откуда они родом, сколько было их братьев, сколько было сновей, какие потомки, где они живут, всем занимаются и так далее. Ну, заключение я еще сказать, что многие наши советские тракторы из Тувы начинали свой путь, освобождение европейской части России и дошли они до Берлина, до Берлина, некоторые из них оставили записи о себе, что они из Тувы, вот, например, в книге, в истории «На стенах Дарьи поверженного Берлина остались победные надписи и автобрафы Андреева, Швизовой, Луки и Арсеньки Шумов от имени многих своих земляков воинов Николай он написал «Мы и судьи». А советские граждане, которые были призваны в 1926 году, в году рождения Айвилия, в году рождения 26-го года, они воевали в составе 54-й стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Беловского фронта. И как раз зачитали освобождали Донбасс. Эта дивизия особо отличилась при зяде Шестовского города Макеева и стала именоваться Макеевсом. Я на этом заканчиваю свою лекцию. Я думаю, что некоторые информации буду вам полезны. И вот эта дема никогда не заканчивается. И она будет всегда для нас актуальна. Особенно еще раз хочу сказать, для нашего молодого поколения. Спасибо за внимание. макеев макеев макеев